Мы продолжаем наше путешествие по Южному Вьетнаму, по провинции Дак Лак. И начнем нашу программу сегодня с места силы. Это камень слона. Но название такое он имеет не случайно, потому что выглядит как огромный слон. Так что все, кто хочет набраться энергии, добро пожаловать сюда. Вот я на спине слона. Туда дальше его голова, это вот спина и здесь хвост. Вот таким образом стоит здесь этот камень слон. Существует легенда, что вот этот камень – это не что иное, как воплощение душ умерших слонов провинции Дак Лак. Именно поэтому камень считается местом силы. Если вы все-таки решите зарядиться энергией на горе слона, то обязательно загляните на виллу Баодая. Она расположена совсем неподалеку. Вот такие милые детишки. На самом деле им 7 лет. Это первоклашки. Хотя выглядят они как наши четырехлетки. Ну, такие вот маленькие вьетнамцы. Приехали детишки на экскурсию на виллу Баодая. Баодай – это последний император вьетнамский, который отказался от престола, когда к власти пришел Хо Шимин. Но во Вьетнаме его любят и уважают. И на тот момент, когда он отказался от престола, его любили и уважали. И они с Хо Шимином существовали, собственно говоря, параллельно. А после даже Баодай был, ну, как бы премьер-министром Хо Шимина. Потому что та часть населения, которая не особо приняла Хо Шимина, слушала Баодая. Потому что у Хо Шимина на тот момент еще не было авторитета такого, как был у Баодая. Но на самом деле такое очень мудрое восточное решение. Фамилия императора Баодая была Нгуэн. Именно поэтому почти 70% современных вьетнамцев носят эту фамилию. Так жители страны демонстрировали лояльность по отношению к их лидеру. По обе стороны дороги растут перец, каучуковые деревья, кофе. Такие плантации в Южном Вьетнаме можно встретить всюду. Провинция Доклаг славится своим кофе. Вот сейчас я иду по кофейной плантации. Слева и справа от меня кофейные деревья. А вообще Вьетнам занимает второе место в мире по экспорту кофе. Здесь в основном выращивают робусту. А в горной местности растет знаменитый сорт кофе арабика. А вот это не что иное, как черный перец. Да-да, тот самый черный перец, который мы любим класть в супы и иные блюда. Да, растет он вот так в качестве вьюнков. И очень хорошо соседствует с кофейными деревьями. Ну, эти два растения, которые очень хорошо сочетаются друг с другом и дополняют при росте. Рядом с плантациями перца я увидела деревья с очень странными плодами. Оказалось, что так растет орех кешью. Растет он таким образом. Вот это плод, а под плодом орешек. Вот он, пожалуйста. Я не знаю, видно или нет. Плоды у кешьи бывают не только красные, они бывают и желтые. Вот, например, такой вариант. А вот это еще только начинает созревать. Орех здесь очень большой, плода еще нет. Когда спелый, то есть вот, вот он уже спелый, видите, он сам прям падает у меня в руку. Вот теперь его, в принципе, можно собирать. Плод вот так вот отъединяем. Это есть нельзя. Вот это обжаривается, и потом он готов уже к употреблению. Еще одна важная статья дохода вьетнамской экономики – это каучук. А это каучуковый лес. Здесь в провинции Доклак растет не только кофе и перец, но и очень-очень много плантаций каучуковых деревьев. Первые плантации появились в 1897 году при французской колониальной администрации. Именно французы стали выращивать во Вьетнаме каучук и кофе. Натуральный каучук – это сок дерева гивея, или иначе его называют латексное молочко. С одного гектара посадок гивеи в год собирают более полутора тонн каучука. Во Вьетнаме экспорт каучука занимает второе место в мире после риса. А также вьетнамский каучук занимает третье место в мире вообще по экспорту. Каучук вьетнамский очень славится, и он очень хорошего качества. Например, французская компания «Мишлен» делает свои шины именно из вьетнамского каучука. Провинция Доклаг расположена в центре Южного Вьетнама, но сюда все-таки можно добраться и самостоятельно. До столицы провинции, города Буон Медхоута, из Ничанга отправляются рейсовые автобусы. Время в пути займет около 4-5 часов, но это стоит того, чтобы увидеть всю красоту местной природы. Ведь провинция известна не только своим кофе, но и своими национальными заповедниками, горами и водопадами. Смотрите, какие корни дерева. Они оплели скалу и создали просто невероятный дизайн. Вот это зрелище! Это самый большой водопад вот здесь, вот в этой провинции, в провинции Доклаг. Водопад! Водопад впечатляет! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Это водопад Драй-Нур. Есть еще один водопад совсем рядом, Драй-Сап. Это два самых больших водопада во Вьетнаме. Расположены они в заповеднике, в заповедном парке провинции Дак-Лак. Ну, видите, у них в заповедном парке коров можно встретить. Я дико боюсь быков, а вот здесь вот бык. Он, наверное, чувствует, что я его боюсь. Дорога ко второму водопаду пролегает через подвесной мост. Этот мост не выдерживает нагрузку более 200 кг на 1 квадратный метр. Поэтому мы с оператором идем вот так вот на достаточно большом, приличном расстоянии друг от друга, дабы соблюсти технику безопасности, потому что мы хотим увидеть этот водопад и вам его показать. И еще много других интересных мест во Вьетнаме, которые нас ждут. Вот мы в национальном парке. И здесь, в национальном парке, на территории можно встретить различные деревья, в том числе и хлебное дерево. Вот оно растет так. А плоды хлебного дерева достигают до 40 кг каждый. Так, а вот здесь, куда идти, я, честно говоря, не знаю. Налево, направо. Мне кажется, налево. Путь ко второму водопаду лежит через джунгли. Мы шли нехоженными, путанными дорожками, не оставляя надежду все-таки найти водопад. Здесь никаких указателей не существует. Ну вот я и добралась до водопада Драйсап. Он считается самым большим во Вьетнаме. Ну не знаю, как величина его, самая большая или нет. А вот что касается красоты, он действительно красивый. Водопад Драйсап появился миллионы лет назад на месте тектонического разлома. Он считается крупнейшим во Вьетнаме за счет ширины своего потока. Сезон дождей, достигающий 200 метров. При относительно небольшой высоте, в 20 метров, огромная ширина представляет собой необыкновенное зрелище. На обратном пути от водопада мы заметили прямо на нашей дороге дикого слона. Но я вам хочу сказать правду, я испугалась. Встреча с диким слоном, к счастью, прошла благополучно. Нам удалось его обойти стороной. В следующей программе мы отправимся в Ничанг, самый русский город Вьетнама. Субтитры создавал DimaTorzok